друзья мы вас приветствуем мы не выдержали нас жара доканывает просто на выживание сегодня хоть какое-то движение ветерка пока еще есть но тем не менее делать ничего невозможно ходим вареные такое состояние знаете как у меня лично у меня лично как пьяная спать все время хочется ночью не спишь топом а у нас же еще у нас еще пополнение я же вам не показывала не рассказывала нам же маруся преподнесла подарок на годовщину свадьбы до занятик я приеду вам обязательно покажу это было что-то с чем-то мы я думала что будет у нас годовщина 27 по 28 а маруся начала катится у нас 27 числа в 7 утра и мы с ней 7 утра до часу ночи 28 числа еле-еле вы родили одного котенка я думала трындец придет я уже маруся я сейчас сама рожу прошлый раз было все вообще печально я из нее их просто дуром можно сказать вытягивала потому что ну вот я не знаю это первая кошка которая обычная самая дворняшковая кошка которая не может разродиться никогда третий раз она катится и третий раз это целая огромная проблема но в итоге вы родили мы с ней одного котенка такого не было никогда обычно по три по четыре а это один я говорю ну мурка мурки наши не стала говорю маруся вы родила ты нам музыка хотя я не знаю до сих пор я обычно знаете мгновенно определяю кто год кто кошка а тут я я в замешательстве сравнить то нет понимаете они же маленькие когда рождаются сразу видно там один на другого посмотришь и видишь а это кошечка это это котик а этот один я не могу определить но на мой взгляд конечно под но неважно кто будет наш в любом случае и сейчас перебрались мы спать в зал там больше с поздничка что ли вот так вот и маруся с котенком прямо вот у нас в изголовье родился такой слабый он даже не пикал ну сейчас он щеки отъел за три дня уже он мяу громко говорит и вот как начнет пищать ночью она видимо начинает его там нализывать он начинает пищать недовольство высказывать я просыпаюсь бесконечно короче говоря дела поделали более меня я прошу прощения что я в очках потому что солнце очень яркая невозможно вот я саши говорю все я не могу не вязать начала вязать думаешь с рукава свяжу на славянном джемпере вчера начала я буквально чуть-чуть провязала сегодня он умелся у нас к няне а я примерить не могу я не мерку у него не сняла длины рукава ничего и в итоге я говорю ну все я отработала ничего нового начинать даже не хочу потому что ну невыносимо жарко я думаю вы прекрасно понимаете это оля а луча никому не нужно целое огромное дерево сыпется глянь сколько посохло деревьев какой пожар тут не было никакого пожара в общем мы едем на пляж друзья я грыса шире холодный душ не спасать которые вот во дворе до летний душ мы туда ну каждые 20 минут ходим ну сколько можно говорю я не знаю я уже не гривут души поехали говорю охолонимся на пляже мама дорогая печь покажу вам посмотрите это подъезд к пляжу я так понимаю что мы туда не заедем саша даже не рыпайся вот здесь становись давай а тут стоит машина ну где-то паркусь а здесь мы туда не заедем сто процентов там все заставлено в несколько рядов а сегодня же праздник друзья всех моряков мы сердечно поздравляем с днем бмф но скорее всего вы видео будете смотреть уже туда позже но не важно не это абсолютно не важно поздравляем желаем крепкого здоровья всех благ праздник такой хороший добрый а вы всем мужественные молодцы людей тима сегодня выходной день саша ну куда нибудь паркусь а мы же не с волгодонска потом пойдем на пляж а давай в лужу что ли паркуйся а больше некуда посмотрел до самого я не знаю докуда машины стоят не влезешь дорога жизни дорога жизни там парусники мама дорогая короче машины просто вот просто везде сейчас посмотрим сколько людей на пляже но я так предполагаю что будут стоячие места но мы так мы не лежать мы просто искупаться и назад тут целый автопарк друзья людей море люди это вот вот это если чё это дамба здесь с детьми в основном здесь мелко а там я чё на дамбу на нас аж под мы друзья уже накупались если можно так назвать я поняла сашей кашу не сваришь вообще и его можно долго оставлять на берегу когда у него есть мясо мангал да саша тогда тебе весело тогда тебе хорошо да а когда вот так вот а когда вот так только мы охолонулись он все поехали сейчас заедем за прохладительными напитками водичка замечательная но уже начинает цвести хочу через два дня ильин день пора цвести но она не грязная не могу сказать что например зеленая нет теплая основная часть людей сидит в воде на побережье конечно тоже людей тьма но мы даже на основной пляж не пошли мы на дамбе сразу ближайший водоем окунулись и хорошо все сейчас приедем будем дальше вялиться ну хотя бы квас возьмем вот такое вот такое и все ну а вот и новый член семьи наш друзья смотрите да марусенька маруся это та кошка которой вы выстрелили в глаз в прошлом году и мы я долго лечила где-то больше месяца наверное я пулю доставала из воздушки а вы знаете у нас тут появился стрелок где-то в районе потому что есть местная группа нашего города и очень многие на рампостов 6 уже было что вот кошки которые гуляют на улице они же не только в своем дворе гуляют они ходят по соседским дворам но они не гадят они ничего не делают не воруют ничего ну и вот какой-то стрелок который стреляет по котам по кошкам и людям обходятся и операции в большие суммы денег коты раненые приползают любом случае домой и вот мы в прошлом году пострадали с глазом но в этом году она родила мурзика нам и не хочет показывать посмотрите не хочет она его показывать да что ты мой какой хороший маленький это ему сколько уже хочется три дня ему да да три дня конечно еще и глазки закрыты все закрыто я пока его не трогаю а может быть это она не знаю друзья ну в общем вот такое вот у нас прибавление в семействе дома русичка моя девочка спасибо тебе за музыка спасибо тебе моя хорошая моя умничка моя умничка да ну хотя вы знаете вот живот у нее большой какой-то остался и я не понимаю если честно я думала что будет еще но нет нет все нормально ничего нету вот он один как вы родился так и все малыш маленький малыш у нас друзья наступил новый день мы сейчас едем на почту ну во первых мне пришло сообщение от улички пингер что меня ожидает сюрприз ко дню рождения спасибо огромное еду получать сейчас мы друзья с вами вернемся домой все посмотрим а во вторых нам вчера пришли квитанции за гургаз гургаз я начала оплачивать они в квитанцию в пароле какую-то невероятную сумму непонятно с чем связано у нас проходила т.о. и за т.о. там 2 253 плюс они еще сверху почти полторы ставят за какие такие заслуги непонятно я саши грина доехать в абонентский отдел разбираться говорю что это такое и я не могу изменить сумму сбербанке онлайн он поехал сейчас они как ну вы же показания не передаете в смысле не передаем а как мы должны вам их передавать моих вам никогда не передавали вот как в квитанции идет сбербанке онлайн как платишь да вот заполняешь данные все что значит мы должны передавать вы должны звонить каждый месяц и передавать данные ну это вообще как какой-то нонсенс в итоге считали они считали насчитали вообще какую-то левую сумму и говорит вот оплачиваете вот эту сумму а как если мы не можем изменить то что в сбербанке онлайн уже забитая изначально сумма ягну поехали сейчас попробуем на почту попробуем на почте оплатить другую сумму я не знаю как это делать потому что там пойдет переплата бешеная а потом попробуй докажи что ты не осел если ты оплатил этот эту сумму а как я потом будут в дальнейшем выкручиваться и как редактировать эти суммы в общем вопрос остается в подвешенном состоянии я да я даже не знаю как бы то а я в квитанции там по нарисовала я же привыкла что но они квитанции не нужны дамы мы платим через банк через онлайн я в квитанции там крестиками по обводила папа написала показания что ну что он съездил с этой танцы разбирался знаки вопроса откуда эти вообще суммы идут взяли предыдущие квитанции которые оплачивали мы всегда платим срок у нас никогда не бывает никаких задолженностей я за этим слежу четко никакой пени быть не может ничего но он же взял квитанции поехал в итоге ту сумму которую они опять написали ему опять не сходится с моей откуда как они вообще считают короче друзья это да никак не дам барану сидят все это кучкой куда куда не кинься везде какая какой-то затык происходит последнее время я не знаю а как там все астрологи говорят да уран уран вошел там куда-то куда-то до 12 августа будет проблема на проблеме я чувствую что так и будет потому что за чтобы мы не схватились все идет через одно место саша уже три недели проходит медкомиссию как будто его в космонавты готовят он должен значит пройти полное психиатрическое обследование на рабочую должность на рабочую специальность в психоневрологическом диспансере какая-то глупость высшей степени потом он неделю ждал заключения там энцефалограмма головного мозга была в общем сюда кучи теперь мы не можем попасть нет наших врачей куда-то там отправили ничего пойдем вот и куда-то там врачи отправили приходите завтра послезавтра в общем я надеюсь что сегодня все это разрешится так беру квитанцию сзади пакет вот и наконец-то как у нас говорят россия борется с безработицей но с такой бюрократией которую развели в больницах я не представляю как можно бороться с безработицей если человек три недели не может пройти медкомиссию и не может устроиться на работу это вообще это вот ну я не знаю меня на разрывает вот от этого понимаете куда надо куда не надо тулят эти эти психиатрические обследования чушь какая-то высшей степени друзья мы уже дома посылочку получила олечка большое тебе спасибо за твое внимание за твой подарок за то что ты никогда про меня не забываешь и всегда меня балуешь дай бог здоровья тебе твоей семье всех благ всего самого наилучшего достатка клиентов благодарных потому что оля великолепный мастер у нее есть свой магазин на ярмарке мастеров я поставлю ссылочку под этим видео нам на ее страничку проходите пожалуйста знакомьтесь там есть даже просто есть чем вдохновиться олечка спасибо давайте посмотрим я уже вижу какую-то нереальную красоту бобинка ну буду открывать друзья при вас прелесть боже какая прелесть что это посмотрите какая красота похоже на лен так угадала стопроцентный лен италия 350 метров на 100 грамм здесь 300 грамм класс это такая может быть летняя футболочка тоненькая получается 350 метров на 100 грамм здесь несколько сложений окажется что вообще не 350 кажется что тоньше но ли он вот если вы обратите внимание очень часто производители неважно бобильный лен или вот пехорка например да у них есть лен конопля они ставят большой размер инструмента на очень тонкой пряжи и многие сразу смущаются да что вроде ниточка тоненькая инструмент большой лен действительно нужно вязать немножечко слабо для этого ставится большой инструмент потому что если его вязать плотно изделие становится колом поэтому я не удивляюсь что вроде как кажется она тоненькая но здесь спицы но наверное не меньше чем 325 я возьму очень красивый цвет бесподобный оленька огромное спасибо ты знаешь мою страсть к льну и другим натуральным волокнам прелесть прелесть у меня кстати полочки мои редеют редеют сейчас она отправится на свою полочку дальше друзья еще одна какая-то красота тоже открываю тоже лен что ли а этот ниточка погрубее серый как графит цвет графит что это стопроцентный лен 800 метров на 100 грамм и здесь 300 грамм но это либо крючок вот либо в подмод к чему-то другому хотя можно их два сложения 400 метров получится на 100 грамм тоже на какую-нибудь летнюю футболочку или топик очень красивый я равнодушна к серым оттенкам но не всем и вот как я была когда-то равнодушна к зеленым оттенкам сейчас у меня меняется мировоззрение мой мои взгляды на серые оттенки не все мне нравятся вот этот очень красивый цвет очень посмотрите как он не идет с учетом того что я без макияжа да просто фантастически красивый камера его передает абсолютно точно у меня льна уже девочки очень много очень много надо а я в этом году видите как я поступила плохо да я ничего летнего не вязала но потому что надо сносить то что есть в наличии у меня очень много летних топов а вот сейчас стоит такая жара что я не могу даже на себя вязаное изделие надеть у нас минимум 40 градусов в тени уже какой день подряд духота невозможная и в этом году с одной стороны хорошо что я не вязала новые изделия я бы мучилась что они у меня лежат понимаете ну вот это прямо очень понравилось как красиво бесподобно смотрим дальше ой тут что-то интересное прямо что-то интересное друзья первый раз такое вижу если честно ну-ка ну-ка посмотрим так здесь бобинка и здесь моточки смутанные сейчас друзья достану посмотрю значит оля подписала это лора пиано хлопок 200 метров на 100 грамм толстенькая ниточка и тут всего 400 грамм значит ой-ой мама дорогая а в бобинки то еще парфюмы мои любимые pd пари олечка ну спасибо за до габриэль и шанель номер пять оленька огромное тебе спасибо бесподобно бесподобно я кстати еще заказала жду посылочку она должна со дня на день прийти у меня парфюма парфюма много не бывает абсолютно вот такие вот очень удобные 30 миллилитровые пузыречки их хорошо с собой брать в дорогу не они не разобьются ничего потому что это пластик мне очень нравится парфюм этой компании вот кто не знает да я неоднократно вам показывала распаковочки это компания pd пари который выпускает качественные аналоги брендовых парфюмов многие из вас заказывали вы знаете одна женщина только мне написала что заказала два или три аромата и все они ерунда и они не стойки не знаю девочки у меня столько их и нет один я могу сказать не стойкий это молекула 01 до молекула 01 он действительно не стойкий но он такой нейтральный аромат эксцентрик да вот остальные очень стойкие бывает даже что футболку стираешь и после стирки парфюм остается так что олечка большое тебе спасибо дорогая моя так ну и давайте мы посмотрим пряжу вора пиано хлопок друзья пряжа ленточная 1 вообще до этого во первых такая вот расцветка посмотрите обалдеть смотрите очень интересная на курочка ряба но она курочка ряба такая благородная и это ленточка сейчас я вытащу ниточку покажу вам она как трикотажная она как трикотажная порезанная ленточка вот смотрите видите это не просто шнурочек плоский это именно как будто отрезали трикотаж она очень хорошо тянется видите интересно прямо интересно я никогда такой пряжи не работала будет впервые для меня это очень интересно и цвет очень красивый он так надо не потерять мне сразу это вложить сразу вложить название название чтобы чтобы не потерять так дальше друзья поехали еще один бобик достаю цвет такой обалденный тонюсенькая посмотрите это просто фантастика какой красивый какой красивый цвет камера правильно камера передает правильно вот на эту сторону смотрите вот так а что это меринос наверное да меринос стопроцентный две тысячи метров на 100 грамм застрелиться буду мотать 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 две тысячи метров на 100 грамм и здесь 460 грамм в несколько сложений и меринос наверное я так ну хотя не знаю не знаю скорее всего не кардная гребенной я так думаю а там кто его знает надо пробовать смотреть вязать образцы и поймешь сразу какой-то меринос ну очень похож именно на гребенной на кардный но я могу ошибаться конечно мягенький цвет просто огнище просто огнище очень сложно вязать изделия узорами в таком цвете вот я еще даже когда меня тетя валя учила вязать и у меня с детства пристрастия к красным оттенком и она говорит красные красные и черные и темно-синие такие оттенки они съедают узоры то есть для них подобрать узор очень сложно но здесь такая красота я не знаю я бы даже какой-нибудь кардиганчик связала с какими полосками на лицевой гладью это просто класс обалденный цвет обалденный оленька спасибо тебе огромное быстрее бы похолодало быстрее бы похолодало так хочется уже нормально повязать потому что прерываешься два ряда свяжешь и закидываешь на вязание чтобы даже глаза в его сторону не смотрели ну очень жарко друзья простите шум на окно открыто дальше поехали я тут что-то вижу я тут что-то еще вижу оля всегда боюсь от таких свертков сейчас там будет что-то такое друзья что-то будет такое что сделано скорее всего олиными руками я так подозреваю открываю вместе с вами аж руки дрожат нет там не сделала олиными руками там круто там тоже все очень круто так ну во первых здесь открыточка моей подружки она подписанная оленька огромное тебе спасибо оля поздравляет меня с днем рождения желает очень много бесконечного вдохновения и всего прочего олечка спасибо огромное при огромное все эти открыточки я храню и тут друзья тоже одна из моих пристрастий которым кстати меня подсадила оля это платок это платок и и и он большой и он просто обалденный давайте посмотрим он да он даже не помещается в камеру я знаю что у таких платков есть авторы есть название но здесь я не вижу этикетки если честно он он очень большой друзьям очень 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 большой красивый и красивый и красивый бесподобные такие оттенки нейтральные люблю люблю платки они не могут не нравиться это скорее всего шерсть потому что есть павлопосадские платки не только шерстяные но и шелковые и всякие всякие яки ну и не только тогда и по всякому по всякому мне кстати он хорошо подойдет к моему пальто обобщение нейтральный нейтральный оттенок он подо все подойдет очень красивый очень бесподобно олечка спасибо тебе огромное дорогая моя спасибо друзья мои спасибо что вы посмотрели досмотрели это видео до конца и разделили со мной эту радость от этих подарков просто сердце замирает очень приятно ну невероятно приятно спасибо спасибо огромное я с вами на сегодня попрощаюсь до скорых встреч следующих видео они обязательно будут и я надеюсь скоро всем пока